Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Nokia и Ericsson столкнулись с серьезными проблемами после ухода из России. Финансовое положение финской компании Nokia, вопреки позитивным прогнозам, ухудшилось. В конце прошлого года руководство Nokia прогнозировало рост продаж и прибыли компании в текущем году от 2 до 8%. На поставках сетевого и радиоэлектронного оборудования финская компания планировала заработать 25 млрд евро. По заверениям топ-менеджеров Nokia, принудительный уход с российского рынка не окажет негативного влияния на Nokia, поскольку на бизнесе в России компания зарабатывала чуть более 2% от всех доходов. Аналогичное заявление в середине прошлого года делая руководство шведской компании Ericsson, поставлявшей сетевое оборудование российским операторам мобильной связи. К слову, согласно прошлогодним заявлениям европейских экспертов, от добровольного ухода Nokia и Ericsson пострадают не европейские компании, а российские потребители. К началу 2022 года Nokia и Ericsson поставляли свое сетевое оборудование для половины базовых станций в России. Российские мобильные операторы закупали в Финляндии и Швеции антенны, оборудование для оптоволокна, роутеры, другое телекоммуникационное оборудование. Отказ от обслуживания указанного оборудования должен был привести к снижению качества мобильной связи и скорости интернета в населенных умных России. Однако ничего подобного не произошло, ввиду того, что по предложению Минцифры компании МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 потратили 1,5 млрд долларов на покупку оборудования в российских компаниях. В результате к началу 2023 года доля российского оборудования для организации мобильной связи выросла в три раза с 11 до 30%. При этом все, что не удалось купить у отечественных поставщиков, российские операторы смогли купить у китайских производителей и, в частности, у компании Huawei. В итоге качество мобильной связи и мобильного интернета в России не ухудшилось, при этом Nokia и Ericsson столкнулись с финансовыми проблемами. Обе компании заявили о существенном сокращении количества рабочих мест. Nokia сократит 14 тысяч работников из 85 тысяч из-за падения продаж на 15% и операционной прибыли на 36% в этом году. Что касается компании Ericsson, то за последний год акции этой компании упали на 40%. По итогам этого года шведская компания сократит расходы на 800 млн евро и откажется от новых инвестпроектов из-за сокращения валовой выручки на 43%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова